Эта личность Фатимы Маасума, саламу Аллаху алейхе, достигла больших божественных высот, макамов, статусов. Когда мы читаем Зиаратнамы, мы говорим, «Фаинна лакя'инда Аллах ша'анан мина ша'ан». Она перед Всевышним Аллахом удостоилась статуса и статусов имамов, ахлебет, алейхе, саламов. Поэтому имам Ризай, алейхе, салам, дал ей название Маасума. На самом деле ее звали Фатима. Именно имам Ризай, алейхе, дал ей этот эпитет Маасумы, потому что она была подобно непорочным. И с точки зрения общественности, и с точки зрения истории, она сыграла немаловажную роль в развитии нашего шрицкого мазхаба, в развитии школы Ахлебет, алейхе, салам. Вообще, в истории Ахлебет, алейхе, салам, если мы хотим определить личность человека, каким статусом и должностью он обладает перед Всевышним Аллахом, мы должны обратить внимание, насколько этот человек познал имама своего времени. Хотим мы определить человека, личность его? Нужно посмотреть, насколько он познал имама своего времени и в реализации целей имама, в какую роль он сыграл, чем он смог помочь имаму своего времени в реализации, в осуществлении целей имама своего времени. Потому что стратегия и тактика у всех имама была разная. У имама Алей-Ассалама, у имама Хасана Алей-Ассалама, у имама Хусейна Алей-Ассалама, у имама Джафар Саадага Алей-Ассалама, у всех у них стратегия и тактика была разная. Один имам воевал, другой имам заключал мирный договор, другой имам, миссия заключалась в переселении у третьего имама, распространении, просвещении ислама было. У каждого имама была своя миссия. Если, допустим, сторонник имама Хасана Алей-Ассалама, в то время как имам Хасана Алей-Ассалам, тактика его заключалась в заключении мирного договора. Если, допустим, сподвижник имам Хасана захотел бы поступить как сподвижник имам Хусейна Алей-Ассалама, то это было бы полностью ошибочным действием. Стратегия у сподвижника имам Хусейна Алей-Ассалама была одна, они действовали на основании стратегии имам Хусейна Алей-Ассалама. Также и наоборот, если, допустим, сподвижники имам Хусейна Алей-Ассалама хотели бы заключить мирный договор, то же самое было бы ошибочным мнением. К огромному сожалению. И во время имама Хасана Алей-Ассалама некоторые изъявили, как говорят, противостояли, дали понять, что имам Хасан, ты неправильно поступаешь. К огромному сожалению. Также и во время имама Хусейна Алей-Ассалама некоторые умудрились сказать имам Хусейну, зачем ты не заключаешь мирный договор, как твой брат имам Хасан Алей-Ассалам. Или, допустим, у имама Риза стратегия заключалась в том, чтобы он переселился куда? В Иран, город Хурасан. Некоторые сказали, подошли к имаму Риза и говорят, я бина Расулилла, я бина Мусар Риза, как ты можешь направляться к Маамуну, принять его приглашение, зная, что его отец Харунур-Рашид Мальун убил твоего отца имам Мусайки Азаму Алисалама. Тогда, как они не понимали, тогда, как они не осознавали, что имам Риза будущее видел, у него были планы на будущее, они смотрели то, что перед ними, и на основании этого они делали вывод, тогда, как имам был дальновидным, и сегодня мы видим плоды дальновидности имама Риза Алисалама. И на основании этого некоторые отделились от имама Риза Алисалама, не были согласны с его мнением. После того, как в Иране, благодаря имаму Риза Алисаламу, не было препятствий для распространения школ Ахлебейт Алимусалам, после имама Риза Алисалама в Иран зашли два каравана. Во главе одного каравана была Хазирата Маасуме, которая в западной части Ирана вошла. Другой караван был Ахмад ибн Муса Шахчирах, брат имама Риза Алисалама, которые зашли с южной части Ирана. То есть они были имамзада, потомки имамов они были. И говорят, на сегодняшний день насчитывают около 7 тысяч имамзада в Иране. И каждый из этих имамзада сыграл ключевую роль в распространении школ Ахлебейт Алимусалам. Каждый из них был светильником наставления на правильный и верный путь. И без всякого сомнения во главе всех этих имамзада стояла ее света с Хазиратом Маасуме. Саламуллах алейха. Хазиратом Маасуме за два года до мученической смерти его светлый имам Риза Алисалама покинул этот мир, находясь 17 дней в городе Кум. По поводу Хазирата Маасуме очень мало хадисов. Столько много хадисов по поводу нее нет. Но то, что есть хадисы, касаемые ее, ее личности, ее светлости, сверхъестественные хадисы. Хоть и мало, но с глубоким смыслом, с философским смыслом имеют эти хадисы. Однажды к имаму Джафар Садыг Алейсаламу пришла определенная группа из города Рей. Город Рей – это рядом с Тегераном, где Шах Абдул-Азим. Наверное, многие навещали эту личность. Пришли к имаму Садыг Алейсаламу в город Медину. Имам трижды их поприветствовал, эту группу. И после этого сказал После того, как имам Садыг Алейсалам трижды поприветствовал эту группу из города Рей, имам Садыг Алейсалам говорит Храмом Всевышнего Аллаха является город Мекка. Храмом нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейху 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 а является город Кум. Имам Садыга, алейсалам, говорит. Это он сказал тогда, когда еще имама Хазриата Маасумы не было. Даже отца имама Усай Казыма, алейсалам, еще тогда не было, когда имам Джафар, Садыга, алейсалам, зачитал этот прекрасный хадис. Почему имам Садыга, алейсалам, говорит, что нашим храмом, то есть храмом Ахлибейт, алейсалам, является город Кум? Какими качествами обладала ее светлое Хазриата Маасумы, саламу ла алейха, что имам Садыга, алейсалам, говорит, что храмом всех Ахлибейт является город Кум? В нашей идеологии все мы прекрасно знаем, что Всевышний Аллах повсюду и присутствует везде. Куда мы не обращались, Аллах, Он везде. И по воле Всевышнего Аллаха Ахлибейт, алейхимусалам, в какой-то себе не обладают таким качеством. То есть они везде. Даже если мы отсюда скажем, ассалам алейки, я аббабдиллах, мы приветствуем имам Хусейна Алисалам. Знаем, что имам Хусейн находится в Кербале, но мы знаем, что помимо этого тела имам Хусейна Алисалама, то, что находится в Кербале, его душа находится везде. По воле Всевышнего Аллаха. По воле Всевышнего Аллаха. Однажды один человек пришел к имам Риза Алисалам, говорит, ябнай, расулей Аллах, для меня мои супруги и моих детей делают дува. Он говорит, а разве я не делаю для вас дува? Я всегда вас поминаю. У меня есть особое внимание касаемо своих сторонников. Этот человек говорит, хорошо, я нахожусь совсем далеко. Как имам Риза может уделять внимание? И продолжение. Имам Риза говорит, разве ты не читал этот хоранический аят? И скажи, действуйте, и вскоре увидит Аллах, и вскоре увидит Аллах деяния ваши, и посланник увидит ваше деяние, и верующий, который называется Ахлебейд Алисалам. То есть, как Аллах видит вас, как и Пророк видит вас, так и Ахлебейд Алисалам уделяют внимание и видят вас. Имам Риза Алисалам говорит, несмотря на то, что на большом, огромном расстоянии, но мы вас помним, и у нас есть особое внимание касаемо своих сторонников. Но помимо того, что Аллах и с Его дозволением Ахлебейд Алисалам уделяют особое внимание везде, но есть особые места, где Аллах уделяет особое внимание. Есть особые места, где Ахлебейд уделяет особое внимание. Как мы сказали, Мекка, которая является храмом Аллаха, Аллах уделяет особое внимание. Превосходство и преимущество в Мекке сверхъестественно, чем в других местах. Храм нашего пророка Мухаммада, город Медина, обладает особой наградой и особым превосходством и преимуществом. И точно так же город Кум обладает особой наградой и превосходством. Почему? Потому что, как мы сказали, если Кербала имеет особую награду, потому что тело имама Хусейна Алисалама похоронено в Кербале. Вы слышали неоднократно из уст уважаемых богословов города Москвы, что каждый четверг вечером 124 тысячи пророков приходят в гробнице кого? Имама Хусейна Алисалама. Тогда как душа имама Хусейна Алисалама в другом мире, не на земле, но так как тело имама Хусейна Алисалама находится там, и это место обладает особой наградой и превосходством, и преимуществом. И зная, что лежит у гробницы имама Хусейна Алисалама, какая божественная милость есть у гробницы имама Хусейна Алисалама, 124 тысяч пророков без исключения приходят каждый четверг вечером в гробнице имама Хусейна Алисалама и забирают ту милость и награду, которую наделил именно у этого места. Мы и отсюда говорим «Ассаламу алейкия Абады Аллах». Есть сабаб, но если мы скажем «Ассаламу алейкия Абады Аллах», у гробницы имама Хусейна Алисалама, награда совсем другая. Фазилят совсем другой. Превосходство, преимущество совсем другое. Отличается. Имам Хумейна Рахматулла Алей, те 15 лет, которые он находился в городе Нажав, каждый вечер посещал гробницу имама Алисалама. В одну ночь ветер поднялся, сильный дождь, ураган. Погода изменилась. Сын имама Хумейна, Мустафа, говорит, «Отец, разницы же нету». И можно и, находясь дома, поприветствовать Амира Аль-Мумнин Алилисалама. В такую погоду не стоит идти. Имам Алилисалам прекрасно везде. Имам Хумейни говорит, «О, мой сын, не лишай меня, пока у меня есть возможность, пока я жив и здоров, я могу навестить, не лишай меня этой прекрасной божественной милости, взять ту награду, которая лежит именно у гробницы его светлости, имама Алилисалама». Айтуллах бехчат, рахматуллах алей, да будет с нашей стороны дадим салават, пусть будет от нашей стороны подарком для наших богословов и ученых, иншаллах. Салават. Айтуллах бехчат. Айтуллах бехчат. На самом деле, такие личности, как Имам Хумейни, Айтуллах бехчат, Фазель Аль-Анкарани, Гази Таба Табай, Аллахмед Таба Табай и много-много других ученых, на самом деле, это, можно сказать, ангелы на земле были в лице людей, божественные. Смотришь на их лица, человек находит утешение. Да, удостоится Всевышний Аллах всех вас увидеть его светлость. Имам Айтуллах сейд алей хаманаи. На самом деле, когда смотришь на лик таких людей, человек все забывает. В прямом смысле слова все забывает. Потому что из уст, из ликов этих людей исходит нур, божественный нур. Благодаря богобоязненности, благодаря набожности. Айтуллах бехчат, как минимум, говорят, 70 лет в период своей жизни, где бы он ни находился, если он находился в том городе, где был имам Заде, он каждый день навещал этого имама. Если он находился в Наджафе, он навещал имама Алилисалам. Находился в Кербеле каждый день без исключения. Обратите внимание, посещал гробниц имама Хусейна Алилисалама. И последние те годы, когда он находился в городе Кум, каждое утро он навещал храм ее светлости Азарата Масуму Саламу Алияха и читал Зиарата Ашура, читал Джамьей Кабира. Если нам скажут месяц без перерыва посещать гробницу Азарата Масума или где мы находились в этом городе, где есть имам, для нас это было бы очень сложно. Каждый день, даже элементарно, когда мы наедем на Зиарат на 3-4 дня, бывают те дни, которые мы уделяем базару, рынку, как говорится, с небольшим интервалом и перерывом. Эти люди каждый день, потому что они знали, чем наделился Всевышний Аллах, какой наградой наделился Всевышний Аллах у храма, у этого места, где похоронены Ахлебейд, алейхимуссалам. Зиарат наме, азарата Масума, зиарат наме, азарата Масума. Знаете, что зиарат наме, это молитва, которая читается у гробницы Ахлебейд, алейхимуссалам, имамов. Имам зады, этим зиаратом не обладает, за исключением Абельфазла Паса, за исключением Алия Кипара и ее света, азарата Масума, которое до нас дошло от самих имамов. Зиарат наме, имам зады, такие как Абельфазла Пас, Алия Кипар и азарата Масума, до нас дошли от самих имамов. Допустим, зиарат наме, зейнаби Кубра, саламу алейхи, от имамов до нас не дошло, нету от имамов. Ученые собрали и сделали один зиарат наме. Одно из превосходств ее светлости, азарата Масума, то, что она имеет зиарат наме от имама Ризы, алейхи, ассалам. Почему мы говорим, что имам Садык, алейхи, ассалам говорит, что нашим храмом является город Кум. Зиарат наме, азарата Масума, мы читаем ассалама аля Адама сафатиллах, ассалама аля Нухин набийиллах, ассалама аля Ибрахима халиллах. Мы говорим, ассалама аля, мы приветствуем о пророк Ада, мы приветствуем о пророк Нух, о пророк Ибрахим, о пророк Иса, то есть их, которых нет. Допустим, если я отсюда говорю, я приветствую свою маму, но ее здесь и нет. Но в продолжении, когда речь доходит до ахлебейд, алейхи, ассалам, в зиарат наме, азарата Масума, говорится, ассалама алейка, я, Расуллала, приветствую тебя, о пророк. Ассалама алейка, я Амир аль-Муминин. Разницу почувствовали? Одно из, я говорю, приветствую своего друга. Его здесь, допустим, нет. Я говорю, я приветствую своего друга, которого зовут Али. Одно из, я говорю, я приветствую тебя, о хаджи Фаамиль, который находится тут. Я приветствую тебя, о Кербала Али-Кипар, который находится тут. А своего друга, я поприветствовал, я говорю, приветствую своего друга, которого тут нет. В зиаратнаме, когда мы говорим «Ассаляму Адам, о Адам, которого нет у гробницы», но когда мы говорим «Ахлибейт», имена Ахлибейта в зиаратнаме, мы подразумеваем то, что они находятся у гробницы. Поэтому ему Садык Алиясан говорит «Нашим храмом Ахлибейта является город Кум». То есть наше внимание, наше превосходство у гробницы ее светости. И поэтому город Кум обладает таким превосходством. Почему? Благодаря тому, что там похоронена хазерата Маасума. Так почему же Ахлибейт, алейхимусалам, имамы говорят, что нашим храмом является город Кум? Почему? Из-за ее статуса непорочности, из-за ее знаний Ма'рифата, духовного просвещения, большая вероятность, как говорят ученые, большая вероятность заключается в том, что она является посредником нора хазерата Фатми, саламулла алейха. Она является посредником нора света госпожи Фатми Захра, саламулла алейха. В зиаратнаме хазерата Захра, саламулла алейха, мы говорим, Аллах дал нур имамам из нора Фатми Захра, саламулла алейха. Это в зиаратнаме хазерата Фатми, саламулла алейха, мы читаем, что Аллах дал имамам нур, откуда дал? Из нора Фатми Захра, саламулла алейха. Хорошо, нур Фатми Захры, саламулла алейха, откуда? Напрямую от Всевышнего Аллаха. Захра, хазерата Захра имеет нур без посредников, напрямую от Всевышнего Аллаха, ахлебеет этот нур, берет у самой Фатми Захры, саламулла алейха. Посмотрите, каким статусом. Фатми Захра, саламулла алейха, говорит ум муль айме. Когда говорят ум муль айме, если спросят, что означает ум муль айме, многие говорят, что ум муль айме означает мать имамов. Да, это не ошибочный перевод, но ум муль айме, ум означает корни. Корни, какие корни нура, то есть корни нура имама взяты откуда? От хазерата Фатми Захра, саламулла алейха. Поэтому имам Хасан Аскари говорит, что мы, ахлебеет, являемся доводом Аллаха для людей, мы, ахлебеет, являемся доводом Аллаха для людей, а нашим доводом для нас, ахлебеет, нашим доводом Аллаха является хазерата Фатми Захра, саламулла алейха. Хорошо. Мы говорим, что у храма, у храма, храма имама Мусейна Алисалама есть особая награда. Теперь я хочу получить великую награду, саваб, превосходство и преимущество у гробницы Хазераты Фатми Захра, саламулла алейха. А где ее храм? Как мы можем удостоиться награды, зиарата и превосходство, и преимущество храма Хазераты Фатми Захра, саламулла алейха? Откуда? Ведь Хазераты Захра, саламулла алейха, в своем завещании сказала, до прихода имама Мусейна Алисалама, чтобы о моей гробнице никто не был в курсе, никто не знал. Следовательно, если мы хотим удостоиться награды, зиарата и превосходство, и той особой божественной милости, зиарата и храма Фатми Захра, саламулла алейха, где мы можем получить? У гробницы Хазераты Мусейна Алисалама, саламулла алейха. Теперь понятно, почему имам Садыг Алисалам сказал, что нашим храмом является город Кум. И наше внимание именно там, в городе Кум, потому что Хазераты Маасуме, саламулла алейха, является посредником нура Хазераты Захры, саламулла алейха.